Мне вспомнились времена, когда группа «Руки вверх» под предводительством еще относительно стройного Сергея Жукова рвала танцполы, а телефоны от модели к модели становились все меньше и меньше. Сейчас же ситуация обратная. Танцполы рвет Иван Дорн, а телефоны становятся все крупнее и крупнее. И сегодня у нас в обзоре все-таки поместилось два устройства, называются они Samsung Galaxy Mega. Отличие этих двух устройств друг от друга, помимо цвета, это их размеры. У одного размер дисплея 6,3 дюйма, у другого 5,8 дюймов. Как их называть планшетами, либо смартфонопланшетами, либо просто смартфонами, я пока еще не определился, а вы как раз-таки можете поупражняться в придумывании названия такого рода устройств в комментариях к этому ролику. Начну с технических характеристик. Несмотря на то, что оба устройства называются одинаково, Samsung Galaxy Mega, отличия у них есть не только в размерах, но и в характеристиках. У того, который покрупнее, 6,3 дюйма у него дисплея, я напомню, процессор 1,7 ГГц, двухъядерный. Здесь же процессор 1,4 ГГц, но тоже два ядра. Получается 1,0 в пользу большого брата. А вот в плане оперативной памяти здесь ничья, по 1,5 ГБ на каждого. Теперь предлагаю избавиться от задних крышек и посмотреть, что под ними. Первое, что бросается в глаза, это исполинских размеров аккумулятор. Вот он. Как сказал начальник нашей службы поддержки, да, тут аккумулятор размером с телефон. Но это неплохо, ведь, как правило, размер аккумулятора говорит о продолжительной работе без подзарядки. У версии с дисплеем 5,8 дюймов аккумулятор меньших размеров и меньшей емкости. Но время, которое телефоны проработают без подзарядки, примерно одинаковое. По заявлению производителя оно равно 13 часам. По продолжительности работы без подзарядки у нас ничья. И дальше давайте рассматривать пространство под крышкой. Я думаю, что сразу вам бросилось в глаза. Это два слота для сим-карт. Сейчас я говорю про версию с дисплеем 5,8 дюймов. Беленькая наша крышечка, вот она лежит. Это говорит о том, что становится все на свои места. Почему этот аппарат называется Samsung Galaxy Mega Duos. Потому что все аппараты Samsung, которые поддерживают две сим-карты, называются именно Duos. Здесь же у версии 6,3 дюйма один слот для сим-карты, и над ним находится слот для microSD. В версии 5,8 тоже есть слот для microSD, но из-за того, что добавился еще один слот для сим-карты, слот для microSD был перенесен сюда. Поэтому смело хочу сказать, что у нас становится счет 1,1, потому что Samsung Galaxy Mega Duos с дисплеем 5,8 дюймов поддерживает две сим-карты. А это важный плюс, особенно для деловых людей. Отмечу, что оба аппарата поддерживают карточки microSD объемом до 64 гигабайт. И у обоих аппаратов встроенной памяти 8 гигабайт. Сейчас рассмотрим дисплей устройств. Если в данном случае размер дисплея тяжело отнести к достоинствам, потому что оба дисплея большие, на них все прекрасно видно и удобно с ними работать, то вот разрешение и качество дисплея здесь отличаются, отличаются сильно. Разрешение дисплея у младшего телефона 960 на 540, и выполнен он по технологии TFT. А вот у большого разрешение 1280 на 720, и выполнен он по технологии PLS. Это говорит о том, что он гораздо более четкий, яркий и контрастный. Я думаю, что это уже заметно и по видео. Поэтому здесь безоговорочная победа. Версия с дисплеем 6,3 дюйма. 2.1. Управляется оба устройства андроидом 4.2.2 Gilly Bean. А это значит, что аппарат станет настоящим вашим помощником, который облегчит как общение с друзьями, так и с деловыми партнерами, кому что ближе. А наши специалисты, специалисты цифрового центра ION всегда вам помогут настроить ваш аппарат и обучат им пользоваться, чтобы он приносил вам по максимуму пользу. Наборы приложений практически идентичны. Здесь есть все для общения, для почты, для прослушивания музыки, для общения с друзьями, для фотографирования. Сейчас мы воспользуемся фирменным приложением от Samsung, называется оно GroupPlayer. Данное приложение позволяет делиться с друзьями разным контентом, который находится на вашем телефоне. Итак, создаем группу, придумываем ей пароль, наисложнейший, чтобы никто никогда не догадался. А на другом телефоне мы нажимаем «Присоединиться». Сейчас телефон ищет другой телефон, другую группу. Итак, вспоминаем сложный пароль, жмем «Ок». Окей, и делаем теперь следующее. Выбираем здесь фотографию, вот эту, к примеру, и делаем «Готово». Видим, в разделе «Поделиться фотографиями» у нас появилась циферка 1. Нажимаем, и вот та фотография, которая была на этом телефоне, уже перекочевала сюда, и можно, собственно, ее посмотреть. Помимо GroupPlay, конечно же, есть масса других интересных приложений, которые вам будут полезны. Еще очень важно, что в телефонах реализована масса беспроводных технологий. В частности, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Но здесь начинаются у нас отличия. Большая версия 6.3 поддерживает NFC, и в ней есть ик-порт. Вы сейчас можете сказать, что NFC не очень нужна сейчас технологии и прочее, прочее, прочее. Но технология очень динамично развивающаяся, и поэтому скоро она будет очень полезна для всех. И из-за этого я присуждаю еще один балл именно вот этому аппарату. Получается 3-1 практически как матч с нашей сборной. Проигрываем пока. Важно, что хозяин любого из этих устройств никогда не заблудится, ведь они поддерживают не только GPS, но и GLONASS, и здесь уже предустановлена программа навигации. На двоих у этих телефонов 4 камеры. Естественно, основная и фронтальная. И характеристики у них абсолютно одинаковые. 8 мегапикселей основная камера и 2 мегапикселя фронтальная. Когда я держу оба этих телефона в руках, вот так рядом, такое впечатление, как будто я нахожусь в центре управления полетами NASA. Итак, давайте посмотрим камеры, что в них есть интересного. Но есть выбор режима. Это очень полезно. Можно снимать панораму. Это тоже очень полезная функция. В младшей версии тоже есть режимы, и набор их абсолютно идентичен. Камеры идентичны как по разрешению, так и по функционалу, поэтому вряд ли здесь удастся выявить победителя. Поэтому снова ничья. Теперь поговорим о внешнем виде. Но начну с того, что я впервые держу в руках два аппарата, которые полностью закрывают мое лицо. А теперь давайте рассмотрим их внимательнее. Если не обращать внимания на размеры и цвет, то эти два телефона практически идентичны. Как мы видим, над дисплеем расположен динамик, датчики и камера. Здесь то же самое. Но здесь добавилась еще надпись DOS. Снизу расположена большая механическая кнопка и две сенсорные кнопки. Вызову меню и шаг назад. Здесь абсолютно то же самое. Причем они загораются, когда вы до них дотрагиваетесь. Сбоку расположена кнопка включения и блокировки дисплея. С другого боку кнопка регулировки громкости качелька. Снизу расположен микрофон и разъем для зарядки и подключения к компьютеру. Сверху расположен разъем для наушников 3,5 мм. И вот здесь отличие. У Samsung Galaxy Mega 6.3 есть и К-порт, и еще один микрофончик. Задние крышки отличаются лишь расположением элементов. У аппарата, который поменьше, динамик перекочевал наверх, а вспышка налево. На этом же, как мы видим, вспышка находится под камерой и динамик находится в самом низу. Сейчас проведем тест одной руки. Проверим, насколько удобно набирать одной рукой сообщения на этом аппарате. Привет. Привет. Как дела? На одном аппарате. И то же самое. Привет. Привет. Как дела? На другом. Ну, хочу сразу заметить, это, конечно, будет субъективная точка зрения. Вы можете с ней согласиться, можете нет. Но вот аппарат 5,8 размером, его держать в руке удобнее. И набирать SMS тоже проще, потому что он как-то увереннее лежит в руке. С большим аппаратом как-то это немножко сложнее. Все время боишься потерять баланс, например, когда тянешься к каким-то дальним углам. Поэтому, если вы это любите делать на ходу, то, скорее всего, уроните аппарат, если не будете предельно внимательны. И из-за удобства управления одной рукой 1 балл получает Samsung Galaxy Mega Duos 5.8. К сожалению, мы живем с вами в материальном мире. Сейчас я пытаюсь говорить возвышенно. И поэтому вопрос цены обойти невозможно. Версия, которая поменьше размером, стоит дешевле. Стоит дешевле, чем вот эта, естественно. Но, казалось бы, это преимущество. Но давайте я его выкручу немножко по-другому. Потому что даже несмотря на то, что этот аппарат дороже, цена его все равно очень невысокая для аппаратов своего класса. Я напоминаю, что вы получаете два в одном. И планшет достаточно приличных размеров, которым очень удобно пользоваться. И телефон, по которому, в принципе, не так страшно разговаривать, как, скажем, по 7- или 8-дюймовому планшету. И в вопросе цены никто не получает победу, потому что оба аппарата очень достойны в этом показателе. Итак, давайте подводить с вами итог. Со счетом 3-2 побеждает аппарат Samsung Galaxy Mega 6.3. Кто-то может сейчас крикнуть, судья продажная неправ ты. И он будет прав, потому что это исключительно моя субъективная точка зрения. Но хочу сказать так, что владелец любого из этих аппаратов будет счастливым человеком, который сможет решать все свои задачи, решать их быстро, удобно и качественно. Итак, комплектация. В нее входит краткое руководство пользователя, гарнитура, комплект запасных затычек силиконовых, USB-кабель, что тут еще интересного? Вот. Сетевое зарядное устройство, куда подключается USB-кабель. И microSD-карточка с переходником. Объем карточки 4 гигабайта. Кстати, отмечу, что Samsung борется за экологию, поэтому все, что здесь есть, все, что напечатано, все чернила выполнены из сои. Сегодня с нашей помощью два крепыша от Samsung выясняли, кто круче. Но от этого спора выигрываем только мы, дорогие друзья, потому что любой обладатель любого из этих устройств облегчает себе жизнь и помогает в решении своих дел. Если вы приобретаете эти устройства в цифровом центре ООН, знайте, наши специалисты всегда их настроят и обучат вас ими пользоваться. А наш интернет-магазин всегда открыт для вас также в сети, и знайте, что наша доставка работает даже ночью. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал. С вами была Лаборатория ООН. До скорой встречи в наших магазинах и в социальных сетях. Всем пока!